куда столько водопой они типовые как на одном заводе сделаны с божьей помощи аллах акбар помогал лично вытесывать если москвичи как это все сделать без электричества с божьей помощью аллах поможет водопойки 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 опилили чем вы из репу лайт сталактит из сталактитов было елкарный бабай он си сайт пэлос типы из сталактитов сделали я просто чем даже напильников не было ванночку это какой-то товарищ прапорщик у меня слов нету чем они это делали чем 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 вообще непонятно from the old seaside palace 18 век хрена цитый век она еще полая бляхову хорошо ну из цельного можно как-то сделать но полную как сделать это ёкарный бабай я даже не знаю что это у меня фантазии не хватает если тут за 4 вагона примерно шишечки резонаторы если четырьмя вагонами деревянных каких-то напильников можно это сделать то вот там вообще без вариантов он обломайся говорит ну конечно все во славу аллаха бляхов и без вариантов дерево расслаивается на 3 причем на высоте здесь интересные потоки гуляют просто интересные все деревья на каком-то уровне расслаиваются можно не так и так в природе растут я не уверен о бляха муха тут такие же резонатор с шишечками сделал ты из мрамора шишечку-то на хрена вот зачем-то нужны резонаторы же а девки везде одинаковые красотка красотка конечно без вариантов ваще красота щели ну конечно чтоб стрелять во все стороны иначе уж неудобно причем в углу чтоб угол обстрела был лучше обстрела был лучше обстрела отбивались лучше а красота а вот эти вот тоже конечно все обстреливать иначе никак чё на в углу вот тут в углу вот 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 Что-то там интересного. Вау, вообще потоки гуляли. Зарихрения. Вот что за хрень? Я не знаю. Я исключительно ради воды это сделал. Вот эту башенку. Причем ничего водного тут нету. Чем вот это резали? А вот это углубление, на какой хрен оно здесь сдалось? Вот это вертикальная дырочка на хера. А кошечка для воды вообще обязательно. Причем обязательно нужно делать эту вот штуку для воды, которая снабжает якобы всем весь дворец с краю, чтобы буквально один выстрел и без воды остался весь дворец. Через три дня все обосрались. Вот самое интересное они конечно же скрыли. А самое интересное вот там. И не для туристов. Как всегда иду в ебеня в запретные места. Класс. Саркофаг говорят. Ну конечно же. Х-81 PE. Вообще не понимаю, но это выскребано. Вот они что говорят, что это прям чтобы хоронить кого-то. Вот серьезно, блядь. В общем, это... Тихо. Нечасколько. 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 Вот. Нечасколько. О. О. Нет, но один минуту, хорошо? Нет, закрыть. Пожалуйста, один минуту. Я знаю, закрыть. Почему? $10? Один минуту. Один минуту, хорошо? Пожалуйста. Это хорошо? Супер. Почему это клоус, блядь? Почему бы не показать, что вот это вот все залито. Залито. Вот он штырь. Вот она заливка. Вот она заливка с резонаторами, блядь. Вот с железом внутри. Отлично. Ахинь. Охинь. Охинь. Снимаю быстро, потому что ругаюсь. Сейчас охрану. зовут ну вот собственно все интересное и хорошее рано или поздно заканчивается вот пришла какая-то тетка не буду показывать лица начала мне предъявлять что я здесь незаконно и нужно остановить я прикинулся дурачком говорю все даже на английском ни хрена но она тоже на английском не говорит это не помогло уйти собственно говоря без проблем потому что она уже хотела полицию вызвать ноу фото и так далее мол нельзя ну и чтобы сохранить уже сделано я не стал доводить я бы конечно мог там при ней еще поснимать но чтобы нереально не вызвали полицию там еще охрана рядом прям совсем и чтобы не удалили то что я наснимал то что не удалили чтобы не удалили все то что я собственно говоря узнал если что смог показать вам не пришлось удалиться но то что я уже увидел это говорит что это ни хрена не турецкий город это говорит о том что власти официальные скрывают то что накопали все раскопки это говорит о том что они реально скрывают прошлое реальную историю это говорит о том что там технология которых мы ничего не знаем те саркофаги вот эти огромные чаши эти непонятные колонны заливками с железом внутри со стержнями с солнышками со свастиками и так далее говорят о том что ну не было там того что говорят не было никаких христианских там периодов исламских периодов и так далее самое интересное реально скрыли тут я уже просто забыл выключить камеру но я просто его использую эти съемки для того чтобы вам рассказать все что думал по этому поводу и такая ситуация везде 8 12 метров культурного слоя все раскопки куда-то исчезают я сомневаюсь что это единственное что мы не увидим то что я заснял потому что скорее всего это будет отвезено куда-то в камни дробилку и просто разрушена нам не дадут никогда при этой власти эта власть паразитарная который всего 200 лет которая захватила нас смотрим канал цельнозор сначала я все объясняю и показываю это власть никогда нам не даст узнать правду собственно на этом можно заканчивать и буду показывать о я с другой стороны пытался зайти не говорят никакой новой entry вот эта охрана с другой стороны тоже не удалось зайти это раскопки прямо во дворце прямо в центре турции прямо сзади святой софии и таких раскопок много по всей турции но повторяю нам никто никогда не даст узнать правду если конечно мы не захотим узнать ее сами но это уже тема другого ролика добра соратники сейчас я вам еще пару роликов покажу который я снял после того как я вышел с этого дворцового комплекса прикольно а ну это косяк это залет вот кто-то косякнула строители во все времена одинаковые это косяк это косяк ну блин ну косяк же на косяк а это наверно чтобы забраться легче лежат молитвы лучше добирались вот там голубая мечеть вот а я софия вот самое интересное но самое интересное они конечно же не показывают но самое интересное вот оно вот оно самое интересное круг зачем-то с дырдочкой положенные в основание вот оно самое интересное вот оно на такой глубине культурный слой закрыли твари и такое повторюсь везде 8-12 метров культурного слоя все секреты которые выкапываются не показываются кроме официальной фигни которую можно как-то еще объяснить доверчивым лопухам я уверен что все таблички все невозможные саркофаги которые никак не объяснить их присутствие в турции официальной истории просто уничтожаются не говоря уже о действующих артефактах о технологиях часах механизмах и естественно о вещах с красной ртутью которая дает невероятную энергетику потому что я чувствовал там очень интересные энергии гуляют но когда-нибудь мы раскроем все секреты верно воин артефакт вам он артефакт артефакт